Друзья, приветствую всех на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю снова, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал, где на ежедневной основе мы публикуем посты с конкретными новостными заметками и большим количеством конкретных торговых рекомендаций. Каждый пост можно комментировать, оставляйте обратную связь, нам она очень важна. Ну что, сегодня пятница, non-farm perils, долгожданный день, очень важное событие, принципиальнейшее событие для Федрезерва и, соответственно, для всех финансовых рынков. Потому что по итогам публикации сегодняшнего блока данных, количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, темпы роста зарплаты и уровень безработицы в целом, от этого будет зависеть от качества цифр, от характера цифр, что произойдет с долларом. Динамика доллара повлияет на прочие инструменты рынка Форекс. Разумеется, отчет по non-farm скажется на фондовом рынке США и на облигациях. В общем, сегодня точно будет жарко и весело. Поэтому, друзья, настраиваясь на высокую волатильность, чтобы существенно не подпортить себе настроение перед выходными, если рынок пойдет не в ту сторону, которую хотелось бы тем, кто придерживается конкретной торговой рекомендации, контролируйте риски, следите за загрузкой ваших депозитов. Это то, что лично вы можете сделать, чтобы обезопасить ваш трейдинг. По факту сегодняшнего отчета, напоминаю, друзья, то, что я как фундаменталист, пожалуй, как и любой трейдер, который ориентируется на новостной фон, старается копать глубже и видеть какие-то предварительные признаки того, что может произойти по факту с той статистикой, которая ожидается. Нонфарм. У нас перед нонфармами есть релиз EDP, который обычно коррелирует с официальной статистикой. Есть, конечно же, на случай, когда она сильно расходится, но я этого не отрицаю. Но все-таки, наверное, на длинные дистанции какие-то общие моменты можно в этих отчетах найти. После выхода слабых EDP, я полагаю, рост был, кстати, чуть больше, чем на 300 тысяч новых рабочих мест. Это ничтожный показатель для американской экономики, которая должна динамично сейчас создавать новые рабочие места. Сегодня по нонфармам, несмотря на то, что прогноз значится на довольно высоком уровне, фактически речь идет о потенциальном росте новых рабочих мест больше, чем на 700 тысяч, даже на 800 тысяч. Я думаю, что цифры будут скромнее. В районе 500 тысяч. Это плохая статистика, это плохой релиз, и это снова причина уйти на необходимость повторного вопроса, который стоит адресовать Федрезерву. Достаточно ли этого для того, чтобы вы, как регулятор, приняли соответствующее решение по изменению денежно-кредитной политики? Здесь, на самом деле, тоже выдумывать ничего не нужно. Американский регулятор уже 10 миллионов раз говорил о том, что ставки будут изменены после того, как будут свернуты программы количественного смягчения. А сокращена программа количественного смягчения будет только в том случае, если ФРС убедится в сильном росте занятости и в устойчивости этой тенденции. Я считаю, что пока что этой тенденции точно нет. И если сегодняшний отчет по Non-Farm Payless станет разочарованием, то, соответственно, точно разговоры о потенциальном ужесточении денежно-кредитной политики будут благополучно убраны на 2022 год. Поэтому я сегодня фатально настроен продавец доллара и считаю, что если продавцы все-таки сплотятся и действительно получат тот фонд, который необходим, сегодня как никогда есть возможность затащить индекс доллара гораздо ниже 92 пунктов. И заложить себе основу для еще большего развития, более стремительного развития нисходящей динамики. В сухом остатке, друзья, я скептик по цифрам, я не питаю каких-то ложных иллюзий. Если выйдут плохие данные, доллар на них вырасти не сможет, потому что динамика доллара – это полностью копирование именно риторики Федрезерва. При плохих данных риторика будет мягкой, при мягкой риторике доллар будет ослабеть. Дальше идем. Золото 1799. Мы продолжаем двигаться в рамках этого инструмента в рамках довольно узкого, по меркам золота, коридора. И это движение осуществляется там уже более чем месяца. Нижняя граница этого коридора 1795 на 1790, как я отмечаю. Если вы согласны с той точкой зрения, что золото все-таки может показать себе довольно неплохо в средней или долгосрочной перспективе на фоне роста инфляционного давления, на фоне снижения доходности Трежериса и на фоне потенциального ослабления бакса, считайте, что при сегодняшнем импульсном рывке вниз, как раз в тот диапазон, к тем рубежам, которые я обозначил, это возможность, чтобы зацепить потенциально размещенные заранее отложки и купить всех уровней с целями 1825, 1850 и выше. Рынок нефти 7143, локальная коррекция. Я надеюсь, что эта коррекция перерастет в возобновление прежнего бычьего тренда. Вчера мы говорили очень много о новых ограничениях в Китае. Да, это серьезная тема негатива, потому что такой новостной фонд заставляет снова задуматься, а не повторится ли 2020 год с всеми ограничениями и падением спроса на углеводороды. Это так, но с другой стороны, есть кампания по вакцинации, есть все-таки регионы, которые успешно противостоят новым штаммам коронавируса, и есть все еще объективные показатели сохраняющегося высокого спроса. И я, будучи оптимистом, делаю сейчас ставку на позитивный фонд, поэтому ожидаю возвращения котировок бренда выше 75 долларов за наборы. Коррекция рынка нефти, положительная, позитивная динамика поддержала канадца. И сегодня я также обращаю ваше внимание на пару доллар-канадец 1,2507. Сейчас котировки, наши цели 1,24 и 100 пунктов для нее остается. Помимо данных по рынку труда США, сегодня в 15.30 выйдет еще статистика по рынку труда Канады. И позитивное ожидание, рост количества рабочих мест и уровень безработицы. Прогнозы снизятся с 7,7% до 7,4%. Если статистика действительно совпадет с ожиданиями, не разочарует, то канадца при сохранении еще восстановительной динамики рынка нефти у вас будет возможность добить до уровня 1,24. Американский фондовый рынок очередной исторический хай с НП 4,419 пунктов. Ждем 4,500. Интересная ситуация заключается в том, что сегодня, наверное, при любом раскладе по выходу данных non-farm perilous американский фондовый рынок может получить поддержку. С одной стороны, если выйдут хорошие данные, это станет основой для разговоров о том, что американская экономика растет стремительнее, чем ожидалось. И, конечно же, это позитив для фонды. Но, с другой стороны, если выйдут плохие данные, это будет означать то, что ФРС сохранит экономическую политику мягкой в течение более длительного периода времени. А мягкая экономическая политика и продолжение действия программы количественного смягчения это суперпозитив для фонды. Нам нужно 4,500. Друзья, ждем как раз на этой отметке. И фунт против доллара 1,3917. Локально быстрого роста к отметке 1,40 не произошло. Но Банк Англии все-таки намекнул на возможность повышения процентной ставки в третьем квартале 2022 года. Ставка прежняя сейчас 0,1. Программа количественного смягчения 895 миллиардов фунтов. Я считаю, друзья, то, что можно сохранять длинные позиции. Опять же, если переживаете, можете перевести без убыток. Мы покупали пару ниже текущего уровня. И ждать 1,40 потенциально на фоне снижения фунта доллара можем сделать эту цель уже сегодня. На этом, собственно, все. Хорошего вам закрытия недели, хороших выходных. И увидимся снова в понедельник. Всем пока.